Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители физической культуры и спорта, поклонники здорового образа жизни. Сегодня у нас очередной выпуск нашей самой спортивной программы «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня с нами в студии наш специальный гость Александр Николаевич Савченко. Александр Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Волга». Да. И не могу не спросить сразу, нестандартный вопрос. Когда в последний раз вам доводилось играть? Играть или тренировать? Или на коньках? Ну, имеется в виду, присутствовать на поле. Присутствовать на поле, в коньках, да вот буквально, как говорится, полдня назад это все было. И сейчас после вашей программы я опять пойду на лед, на тренировку. Дорогие друзья, мы сегодня точно будем говорить о хоккее. Ну, а пока я предлагаю посмотреть сюжет из школы номер 13. Тянемся, 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 а высунуться не можем, да? На хоккейном корте 13-й ульяновской школы необычный урок физкультуры. Семиклассниками занимаются не преподаватели, а специалист-общественник Сергей Осипов, мастер спорта по хоккей с мячом, один из любимцев ульяновских болельщиков Сергей Улазов и тренер по фигурному катанию Ирина Мордовкина. Так в регионе стартует проект «Урок физкультуры на льду». Мы хотим развивать стадионы пришкольные. Это тема такая, которая и стратегически важно прописана у нас в стратегии, и мы будем двигаться к этому. Днем уроки школеров, вечером тренировки и игры для всех желающих. Такую цель ставят перед собой авторы проекта. В помощь им пришкольные стадионы, поскольку больших спортивных комплексов на всех, конечно, не хватает. Стадион 13-й школы в этом плане показателен. Спортивное ядро включает в себя не только хоккейный корт, но и мини-футбольное поле с искусственным газоном, площадку ГТО, беговые дорожки. Правда, пока это все под толстым слоем снега. А самый ходовой спортивный нентарь – фигурные коньки. Этот мастер-класс очень интересный, мне очень понравилось. Тренер замечательный, она научила меня новому трюку – это вращение и упражнение фонарики назад. Все девочки очень молодцы, они старались, все у них хорошо получается. И самое главное в нашем виде спорта – это все-таки желание. Если у них есть желание, они могут приходить к нам на тренировки. И думаю, что даже на соревнованиях у них получится выехать. Не только открыты тренировки для юных ульяновцев, но и встречи с ветеранами регионального спорта. Проект «Урок физкультуры на льду» выходит далеко за рамки хоккейного корта. Но насколько далеко он пойдет, будет зависеть от энтузиазма организаторов и самих ульяновцев. И вопрос нашему гостю. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, как вам пришлась по вкусу идея инициативы мастеров русского хоккея, таких как Сергей Улазов? И можно ли ожидать чего-то подобного от наших ребят из нашей команды «Волга»? Вы знаете, эта инициатива очень хорошая. И молодцы им, спасибо большое, что они это сделали. Но эта инициатива, она как бы не нова. Мы ее уже с ребятами делали и в том году. Но это была как бы инициатива, я думаю, что не очень развернутая. В этом году мы постараемся по скончании сезона сделать это еще более качественно, более объемно. Чтобы наши действительно ведущие игроки приходили в детско-спортивную школу, брали пласт какой-то групп детей, допустим, одного возраста и показывали. Понимаете, у мальчишек, когда мастера приходят в детскую команду к мальчишкам, у них просто глаза горят. Они просто начинают еще больше относиться серьезно, еще больше синтезазма к этому виду спорта. Не могу не добавить такую поговорку, которую говорит тренер обычно. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Да, ну и это тоже. Тхэквондо. Сравнительно молодой вид спорта в программе Олимпийских игр. К сожалению, пока наша сборная не может похвастаться чемпионами, но нам есть кому задать вопрос из тренерского коллектива, также молодого клуба «Тигр». Готовы ли тигрята оспорить звание чемпиона? Желтый пояс, диплом и именная защитная маска в подарок. Юные воспитанники Ульяновского клуба «Тэквондо Тигр» получают свои первые в жизни награды. Этот маленький успех вместе с ними празднуют и их тренеры Анастасия и Эдгар Хамедулины. Тренерский тандем Хамедулиных в ульяновском спорте уникален. Эдгар – борец вольного и греко-римского стиля. Мастер спорта России. Победитель и призер различных всероссийских стартов. Настя – тоже мастер спорта страны, но по тэквондо. Победительница первенства мира, Европы и России. И именно Настя три года назад уговорила Эдгара переквалифицироваться из тренеров по борьбе в тренеры по тэквондо. У нас в жизни был такой момент, когда я была в положении и не могла тренировать детей. Заканчивать тренировки и бросать своих детей я не хотела. Мне начал помогать мой супруг Эдгар. Вначале он преподавал общефилическую подготовку, а на специфику тэквондо я ему подсказывала. Так потихоньку он влился, начал понимать наш вид спорта тэквондо. Начал выезжать на соревнования, я ему рассказывала. Наши правила, технику ударов. И со временем он начал полностью вести тренировки по тэквондо. Они познакомились около четырех лет назад. Правда, общались сначала виртуально, посылая друг другу сообщения в одной из социальных сетей. Потом Эдгар, немного осмелев, пригласил девушку в кино и потерпел фиаско. За год, наверное, до того, как я сделал предложение, мы списали в социальных сетях, я ее позвал погулять. Она сказала, что не пойдет со мной никуда гулять. И я сказал, все равно я тебя найду и мы пойдем погуляем. Мне писало очень много спортсменов, но когда я была в спорте, я даже не думала о том, чтобы с кем-то встречаться. Потому что я вся выкладывалась на тренировках, на сборах. Но чуть позже молодые люди случайно столкнулись на улице. С того дня и началась настоящая лавстори семьи Хамедульных. Теперь у них свой дом, сын и одна на двоих работа. В клубе Тэквондо «Тигр». У нас в каких-то моментах расходится мнение. Я хочу одно, он хочет другое. Но что у нас хорошо, мы пытаемся найти золотую середину. В каких-то моментах он мне, конечно, уступает. Есть такое. Мне нравится работать с детьми. Ну и здесь, знаете, борьба, тэквондо, бокс, кикбоксинг. Тут, наверное, значения бы не имело, какой бы это был вид спорта. Просто мне нравится работать с детьми и нравится работать в паре со своей супругой. Вместе дома, вместе на работе, вместе на отдыхе. Эдгар и Настя Хамедулина не расстаются практически никогда. Они мечтают родить еще сына и дочку. А также воспитать для Ульянской области спортсмена высокого класса. Не исключено, что это будет кто-то из нынешних юных тигрят и тигриц, которые недавно из рук своих наставников получили желтые пояса, дипломы и именные защитные маски. А следующий репортаж из другого клуба единоборств. В школу дзюдо приехал заслуженный мастер спорта Башир Вараев. И наш репортаж с места проведения мастер-класса. Его называют лучшим дзюдоистом в истории Чечни. Он четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион Советского Союза и, самое главное, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Башир Вараев впервые в своей жизни приехал в Ульяновск, чтобы провести мастер-класс для ульяновских дзюдоистов. На татаме областной школы дзюдо яблоку упасть негде. Ведь мастера уровня Вараева далеко не каждый день заглядывают в наш регион. Эта встреча прошла в рамках мероприятий года детского спорта в Ульяновской области. Но среди слушателей мастер-класса много не только молодых спортсменов, но и ветеранов ульяновского дзюдо, а также тренеры. Сто лет живи, сто лет учись, как говорится. Вот сейчас тоже нюанс один показали. Вот как подклад делать. Все стало понятно, и, как говорится, пазлы сошлись. Поэтому, да, почаще, конечно, такие мастер-классы. Полтора часа провел в областной школе дзюдо Башир Вараев. За это время мастер успел показать несколько своих коронных приемов. В свое время он отшлифовал их до совершенства, благодаря чему и одержал немало красивых и важных побед, в том числе и на международной арене. Но главный секрет успеха, говорит прославленный спортсмен, все же не в приемах и комбинациях, а в трудолюбии. Да потому что я много тренировался. Помимо основных тренировок, я после тренировки оставался, делал по тысячу подоротов на жгутах, на канат лазил. И на канат после каждой тренировки 20 раз залазил. Мастер-классом Башира Вараева перевернута очередная страница программы года детского спорта в Ульяновской области. На очереди мастер-класс по лыжным гонкам. Его в ближайшую субботу проведет двукратная олимпийская чемпионка Анна Багалий. Встреча пройдет на биатлонной базе «Заря-Улгу». И снова вопрос нашему гостю. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, часто ли приходится вашим подопечным на льду применять борцовские приемы? Ну, как таковые борцовские приемы, правила именно запрещены. Но в единоборствах у бортовов борьба присутствует. Еще бывает такая жесткая, что и в некоторых моментах и в борьбе нет таких. Поэтому хоккей – это мужская работа, мужское занятие. Поэтому они присутствуют. Наши ребята, кстати, на этой неделе одержали победу над уральским трупником в очередном туре. А как происходили дела и как развивались события на матче, смотрите в нашем репортаже. Антош, належай ты туда, Антон! На скамейке запасных хоккейной «Волги» жарко. Для команды наступила пора решающих игр сезона. Сезон, в котором ульяновский клуб отправил отставку главного тренера Сергея Горчакова, проработавшего с коллективом несколько последних лет. С прежним наставником волжане вышли в полуфинал Кубка России прошлой осенью. А в чемпионате страны давно уже не блистали. Мне очень жаль, что Сергей Вячеславович сняли. И в этом есть большая доля нашей вины, я считаю. Команда старается сейчас реабилитироваться перед болельщиками прежде всего. Реабилитироваться перед болельщиками пока получается с переменным успехом. В турнирной таблице команда по-прежнему находится в районе восьмого места, которая дает право попасть в первый раунд плей-офф чемпионата страны. Очередной соперник на пути к этому сосед по турнирной таблице первоуральский, уральский трубник. Ну, команда тоже хочет выигрывать. И мы как бы не хотим проигрывать. Такие матчи вот получаются. Они очень сплоченная команда, которая цепляется за каждый мяч. В принципе, как и мы. Но фактор родных стен Волгоспорт-арены и поддержки ульянских болельщиков все же на руку Воге в этом противостоянии. И хотя трубник первым открыл счет, хозяева площадки еще до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед. 4-3. Во второй половине снова по большей части равная игра, но в концовке волжане сильнее. 7-4. Хет-трик на счету нападающего Евгения Волгужева. Его команда по-прежнему балансирует на грани попадания в плей-офф. Мы сами себе это устроили. Вот это все, да. И из-за этого у нас каждый матч сейчас как особенный. То есть за очки, за место в турнирной таблице, соответственно. Итак, за месяц под руководством исполняющего главного тренера Александра Савченко Волга провела 6 матчей. Баланс, как говорится, 50-50. Три матча выиграно, три проиграно. В какую сторону качнутся весы после следующего матча, узнаем в субботу, 13 февраля. Волге дома принимать новосибирский Сипсельмаш. Ну что же, мнение игроков относительно матча нам известно. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, по вашему мнению, за счет чего была одержана такая победа? Ну, во-первых, команда вернулась с турне такого, Нижний Новгород, Архангель. Многие ребята заболели. А победа была одержана за счет характера, за счет ульяновских таких вот, вот этого характера, волжского характера. Ребята проявили себя только за счет этого. Тем более, игра была за 6 очков. Она очень нервная была, очень напряженная. Поэтому ребята молодцы. Ну и следующая игра у нас 13 февраля, в 13.00, это суббота. Я приглашаю всех любителей нашего вида спорта прийти, поболеть за нашу команду. А команда всегда будет радовать вас именно самоотверженной коллективной игрой. Знай наших, дорогие друзья, все на хоккей! Наша программа подходит к своему завершению. А чем будет отмечена следующая неделя в реальном спорте, вы узнаете из следующего выпуска. Будьте здоровы, дорогие друзья! Будьте со спортом в реальном спорте Ульяновск! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова